Наконец-то эта многосерийная мелодрама закончилась. Официально Нью-Йорк Никс обменяли Кармелу Энтони в тандер на Эннеса Кантера, Дага Макдермата и выбор во втором раунде драфта 2018 года. На самом деле ситуация для Клахомы напоминает 2012 год. Тогда команда играла в финале, но была вынуждена обменять свою растущую звезду Джеймса Хардена, так как не могла позволить себе платить налог на роскошь на годы вперед, являясь командой маленького рынка. Тем самым, так и не став суперкомандой. Спустя пять лет главная опасность для Клахомы это уход лидера расового Уэсбука в качестве свободного агента следующим летом. Отличие в том, что теперь Тандер готовый тратить все доступные средства здесь и сейчас. Сначала Клахома обменяла Виктора Алладипа и Домонтоса Сабониса на пола Джорджа. Более подробно об этом обмене я уже рассказывал в одном из своих роликов, ссылку оставлю в описании. Суть обмена Энта не такая же. Это попытка построить команду контендер прямо сейчас. Все трое могут стать свободными агентами следующим летом, но у них уже сформировались определенные отношения и химия по уикендам звезд и совместным играм за сборную США. Да и вообще Энтони, которого не очень-то жалуют специалисты, пользуются огромным авторитетом среди игроков. Это тоже важная штука в построении команды. Если это сработает и большая троица переподпишется, то у нас появится еще один настоящий претендент, выступающий на пятки Warriors, Cavaliers и Rockets. Обмен на Кармелу Энтони стоил тандер двух ценных игроков скамейки, но вряд ли это потери, которые нельзя пережить безболезненно. Сейчас главный игровой вопрос для Аклахомы это банальный, как три игрока, являющиеся главными скорорами, будут делить мяч, решающие броски и роли на площадке. Здесь два варианта. Можно сказать, что будет провал, так как их игра не дополняет друг друга. Или же, что существуют успешные примеры, такие как Майами и Голден Стейт. В Аклахоме собрались три скорора, которые раньше играли по принципу «отдай мяч мне и отойди в сторону». Такая игра привела Уэсбрука к титулу MVP, а Мэла и Джорджа сделали теми игроками, которыми они являются сейчас. Так что да, это разумный вопрос, смогут ли они немного отойти от принципов своей игры, но не стоит забывать, что каждый из них уже бывал в такой роли. Уэсбрук до последнего сезона все же был вторым за Дюрантом. Джордж свои первые годы провел в паре со звездным Денни Грэнджером, когда тот еще был здоров. Остается Кармелла. Он всю карьеру был главным, сначала в Денвере, затем в Нью-Йорке, хоть и в партнерах у него были некоторое время Аверсон и Стадемая. Но Энтони в олимпийской сборной это совсем другой игрок. Он с легкостью принимал роль дополнительного механизма и не перетягивал одеяло на себя, зато в нужные моменты брал инициативу в свои руки. А Клахома по-прежнему недостаточно хороша, чтобы обыграть Вориос, но они явно стали ближе к цели после обмена. Тандер стали более универсальными, они могут играть большой пятеркой с Адамсом и Паттерсоном во фронт-корте, могут играть маленькой, заменив Адамса на Андре Роберсона или использовать Адамса и Роберсона с тремя стартерами, когда нужна защита. Оценка для Аклахомы 4 с плюсом. Обмен хорош, но ситуация по-прежнему до конца не прояснилась. Уэсбрук не подписал многомиллионное продление. Про планы Джорджа мы узнаем лишь следующим летом, а Энтони, если что-то пойдет не так, станет просто 29 миллионным балластом. Переходим к Нью-Йорку. Кармелла Энтони не простой игрок для обмена, учитывая его статус и возможность наложить вето на любой обмен. Он заработает 26 миллионов в этом сезоне и имеет опцию игрока на 28 миллионов в следующем, вдобавок 15% трейд-бонус. Плюс ко всему ему уже 33 года, он имеет историю преследующих травм, а статистика и эффективность последние два года лишь падает. И вот уже не так много вариантов для обмена игрока топового калибра. Если все это сложить вместе, то можно сказать, что Нью-Йорк все сделал правильно. Однако ни Эннес Кантер, ни Даг Макдермат даже близко ни игроки уровня Энтони. Ни по отдельности, ни вместе взятый. Но оба они все же солидные игроки и всего молодости можно ждать их дальнейшего прогресса. Например, Кантер один из лучших атакующих центровых лиги. Мало кто может сравниться с ним в умении играть в токсикундной зоне. Его статистика в пересчете на 36 минут в прошлом сезоне составляла 24,3 очка и 11,5 подбора. Так что получая больше игрового времени в Никс, можно ожидать от него стабильного дабл-дабл. С другой стороны, Кантер очень слабый защитник. И их пар с Парзингисом может стать проходным двором, зато в нападении они должны дополнять друг друга прекрасно. Даг Макдермат, проведший первые три сезона в качестве снайпера со скамейки, доказал свою состоятельность как атакующий игрок. У него проблемы с защитой, как и у Кантера. Зато он забивает 39,5% бросков из-за дуги по карьере. Таким образом, Нью-Йорк, если забьет на защиту, может собрать интересную атакующую пятерку. Кантер, Парзингис, Макдермат, Ардовый-младший и Фрэнкн Телекина. Что касается пика второго раунда, то на первый взгляд он не привлекательный. Однако, если присмотреться, это пик Чикаго Буллс, которые, скорее всего, будут одной из худших команд этого сезона. А выбор в начале второго раунда уже достаточно ценный актив, который можно использовать либо в обмене, либо на драфте. Есть еще два важных момента для Нью-Йорка. Первый. Затянувшаяся ситуация с Кармелой Энтони обещала затмить сам сезон Никс, и никакого прогресса в игре команды ждать не приходилось. Совершившийся же обмен ведет ко второму. Теперь команда может двигаться вперед. Никс, несомненно, команда Кристофса Парзингиса. Он уникальный талант и ему еще есть куда расти. И, возможно, через пару лет на помощь к нему придет Фрэнк Нателекина. В целом, обмен для Нью-Йорка нельзя назвать отличным, но и провальным тоже не назовешь, учитывая всю сложившуюся ситуацию. Поэтому оценка 3 из 5.